Музыка Вообще королями самоварного производства считались фабрики Баташовых, Шимариных, Лялиных. По ценам 1913 года такой самовар распространенной формы банки стоил порядка 6 рублей. Для сравнения могу вам сказать, что на тот момент корова стоила 3 рубля, поросенок же рубль. В среднем рабочий на заводе Баташовых зарабатывал порядка 90 копеек. Одними из распространенных были самовары формы рюмка. Здесь среди представлены имеется такой замечательный самовар, который также был распространен наряду, как и с самоварами в форме банки. В России пик производства самоваров, популярности среди населения пришелся на вторую половину 19-го, начало 20-го века. Среди представленных экспонатов хочется отметить и образцы чая. Среди них есть у нас и образцы, которым 120 лет. Я думаю, эти чая можно заварить. По крайней мере, они не портятся и, скорее всего, свои качества они не потеряли. На сегодняшний день самовар остается также дорогой покупкой. К примеру, обычный самовар в форме банки можно заказать через интернет и обойдется покупка порядка 25 тысяч рублей. На выставке представлено порядка 25 экспонатов из фондов Кяхтинского украинского музея. Работаем мы с 8.30 до 17.30 ежедневно, а выставка продлится у нас до 30 октября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова